Дай почитать. На эти и многие другие вопросы попытался ответить американский ученый и популяризатор науки, основатель общества скептиков, пропагандирующего научное мировоззрение и борьбу с лженаукой и предрассудками Майкл Шермер. Он прошел путь от христианского фундаменталиста до скептика. Он настолько интеллектуально честен и настолько абсолютизирует научный метод, что вполне серьезно и сурово утверждает, неважно, кто вы или насколько значимой считаете свою мысль, если факты свидетельствуют против нее, она неверна. По сути, книга «Скептик», состоящая из 75 главок, является профессиональным гидом по разоблачению мифов и заблуждений. Бакалавр психологии, магистр экспериментальной психологии, доктор философии Шермер и его общество скептиков слушают лекции великих современных ученых и пытаются всем объяснить, что верить стоит только в то, что доказано наукой. Собственно, книга – это сборник колонок Майкла Шермера за несколько лет из Scientific American. Это несколько затрудняет прочтение, так как нет ни начала, ни конца у текста, а все как с места в карьер. Но, по-моему, в этом и есть свое рациональное зерно. Но, что удивительно, автор не пытается убедить вас, что Бога нет, что альтернативная медицина – чепуха, что библейский код – нумерологическая чушь, маскирующаяся под науку. Майкл Шермер прямо и относительно просто рассказывает, как на самом деле это выглядит с точки зрения науки и доказательной базы. «Мы всегда должны быть начеку и опасаться ошибок в размышлениях». Вечная бдительность – ключевая фраза не только для свободы, но и для мышления. Он приводит данные из отчета Национального научного фонда, опубликованного в апреле 2002 года. 30% взрослых американцев верят, что НЛО – космические корабли иных цивилизаций. 60% верят в экстрасенсорику. 40% считают астрологию наукой. 32% верят в счастливые числа. 70% считают магнитотерапию научным методом. 88% согласны с тем, что нетрадиционная медицина – эффективный путь лечения болезней. Образование само по себе не является профилактикой от веры в сверхъестественное. А 70% американцев не понимают вообще, что такое научный процесс. Также он объясняет, что вкус пищи имеет значение и приводит в доказательство эксперимент. Шведкам и тайкам предложили вначале тайское блюдо, а затем финское. Понятно, что им понравились их национальные блюда. И эта еда очень хорошо усвоилась. Но на третий раз им предложили еду, богатую питательными веществами, но в виде безвкусной клейкой массы. И что удивительно, усвояемость была ничтожной. Любопытно, что смена диеты или образа жизни приводит лишь к незначительным улучшениям состояния организма. Может, стоит последовать совету экклезиаста? И похвалил я веселье. Потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. А мы добавим читать Майкла Шермера. Скептик. До новых встреч. Дай почитать. Майкла Шермера. 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 Продолжение следует...